Есть матрица общества, в которой мы все существуем. И она, если не рассказать человеку, что она существует, если не рассказать человеку, что он к ней подсоединён, и его ежедневное поведение определяется только одной, только ей, то он всю жизнь проживёт, как бы ничего совершенно про это не зная, и единственное, что он не будет понимать, почему же его жизнь так сильно отличается от той жизни, которой он хотел бы жить. И который вроде как ему со всех, со страниц журналов, газет, из фильмов, ему об этой жизни говорили, вроде бы как она вот протяни руку и возьми, а нет. Почему? И вот эта незримая преграда как раз и есть та самая матрица. Самое неприятное в этом, то что всем нам говорят, что ты должен делать определённые вещи на благо системы. Но благо системы и твоё благо – это две совершенно разных категории. И система в нём абсолютно не заинтересована. При том, что, я считаю, как бы не говорили, что жизнь в России непростая, жизнь в России трудная, то, что вижу я на протяжении последних 20 лет, жизнь в России очень серьёзно улучшилась. И, ну, совершенно элементарные там примеры, взять там фильм «Бригада», который описывает реально настоящие события, которые здесь происходили там 20 лет назад, и я их видел, приезжая, да, периодически сюда, у меня там были друзья, которые ходили в этих там ужасных малиновых пиджаках и прочее, и прочее. Это всё действительно было. Сейчас этого ничего нет. Можно там совершенно, ну, условно говоря, спокойно, да, по сравнению с теми временами, там, начать свой бизнес, пытаться что-то сделать, отучиться. То есть, реально есть какие-то позитивные сдвиги. Просто нужно понимать, что русских система вообще матрица. Ей намного труднее по какой-то странной причине, в кавычках, там, да, поработить русских людей. Вот есть что-то в русских, что они не гнутся. Они не... Если вы приедете, да, в Германию или в Голландию, вот типичный случай поведения немца. Типичный случай поведения немца. У меня просто много друзей уехало в Германию в 90-е. И рассказывают, значит, он работает. У него аж там, где он работает, у него коллега. Небольшой немецкий городок, его коллега. Значит, в этом городке, в каждом немецком городке, кто был, знает. Есть вот эта центральная улица, пешеходная, торговая. Вот, там четырехэтажные домики стоят. И чтобы хранить вот эту вот красоту, так сказать, и аккуратность вот этой улочки, ну, ее, естественно, там каждый вечер моют с мылом. Вот, но плюс к этому, значит, на балкончиках этих домиков нельзя вывешивать белье. На эти балкончики нельзя выставлять там никакие там, ни мусор, ничего. То есть, чтобы, если человек поднимет глаза, все было бы красиво. Вот. Что произошло, значит, мой товарищ работает, его коллега. Они живут, и у них балкон выходит как раз на эту улицу. Значит, мама этого вот немца утром, рано, до того, как еще все магазины открылись, где-то часов в 7-8 утра, когда все было постирано, и солнышко падает на балкон, она вывесила вещи на... чтобы они быстро посушились на балкон. Увидев это, сын позвонил в гестапо, ну, в полицию. Вот. Полиция пришла, и мама заплатила 400 евро штраф. Мама поступила, ну, нарушила закон. Сын ее тут же заложил. Приехала полиция, а мама заплатила 400 евро штраф. Мама не отказала после этого сыну вообще в каком-либо кровном росте, не перестала его видеть. Абсолютно нормальная тема. Мама оступилась, сын ее сдал. Приехала полиция, навела порядок, и они продолжают жить. Это настолько непостижимо для нас. Это настолько дико. И это вот, опять же, да, если не знать, это одна из вот этих вот граней, которые стоят за этим. Ведь это все система. Когда мы ехали через Германию, уже недалеко от границы, колесо надо было поменять, мы съехали с автобана, заехали в тот же какой-то маленький городок, остановились в сквере. Было, наверное, пол седьмого утра, машина с голландскими номерами, мы меняем колесо. Идет немец мимо. У американцев есть то же самое, у голландцев, у бельгийцев. Просто, чтобы лучше, так сказать, донести, вот немцы, это идеальный пример. И мы меняем колесо, ничего такого особенного. Да, утром там два молодых человека меняют на приличной машине колесо. Идет мимо немец, смотрит на нас такими дикими глазами. Не меняют колеса в маленьких немецких городках в 6.30 утра. И я говорю товарищу, я говорю, слушай, сейчас приедет полиция. Полиция приехала через 5 минут. Первое, что он сделал, отойдя за куст, это набрал полицию. Надо сразу позвонить в гестапо. Это мне не понравилось. Это выпадает из рамок. Так не должно быть. Сразу звони в гестапо. Не имеет значения. Что-то, что непривычно, что-то, что не расписано, что не запланировано заранее, что выпадает из общего. Вот рамки жизни, к которой он привык. Непомытое мыло мостовое. Мама, которая повесила белье. Два человека меняют колесо у машины в 6.30 утра. Так не должно быть. А в чем же на самом деле состоит мое счастье? От чего на самом деле хочу я? Ведь самое печальное, если так подумать, это то, что люди начинают хотеть тех вещей, которые надо системе. Вот это самое печальное. И если даже этого человека посадить и сказать, действительно ли то, что ты хочешь, это хочешь ты. Нужно ли это тебе? Он подумает и скажет, да, это хочу я. Вот это самое грустное. Потому что это не то, что он хочет. Его душа хочет совсем другое. Но матрица, система убедила его в том, что это то, что хочет он. 20 каналов фильмов, 20 музыкальных каналов. Нет времени. А 8 или 10 часов в день отнимает работа. Два раза ты прошел по этим каналам, вот у тебя еще 2 часа украли. У тебя остается очень мало времени, чтобы реально понять, что же ты в жизни хочешь. Генетически манипулированная еда. Это, кстати, интересная тема. Когда я приехал в Америку, у них вся еда генетически манипулированная. Если только это не биологические чистые супермаркеты. А я питаюсь чистой едой. По возможности. Да, конечно, в России тоже она не совсем чистая. Но если питаться на рынке, быть вегетарианцем, то нормально можно себя чувствовать. И приехав туда, я начал есть, я чувствую что-то не то. Я вроде ем нормальную еду, мясо там не ем. И я спрашиваю моего товарища, он говорит, конечно, здесь вся еда генетически манипулированная. Ты заходишь в магазин, и клубника, она одинаковая вся. Не бывает такого. Она вот, вот как она вот на плакате вот висит, эта клубника, которую можно вот так взять. Как будто она сделана из этого, из пластика для рекламной кампании. И вот такая клубника одинаковая совершенно стоит в ящиках. То есть, ни гнилинки, ничего нет. Клубника там, я не знаю, все. Молоко, сыр, все генетически манипулированное. И когда начинаешь есть, чувствуешь себя очень странно. Я говорю, а что делать-то? Он говорит, ну, либо ты едешь закупаться в биологический, биологический, там, этот чистый магазин. Вот, либо ты ешь. Я говорю, ну, а ты что делаешь? Он говорит, я, говорит, ем. Тупит, конечно, но со временем привыкаешь. Просто у меня несколько друзей уже некоторое время работают, но некоторые, значит, лет по 10, там, по 15. И играют во все эти там, тимбилдинг, там, их постепенно продвигают, продвигают. С каждым новым уровнем, на который человек выходит, мне становится все труднее и труднее с человеком общаться. Ему очень сильно промывают мозги. Постепенно замещается вот эта вот система ценностей, которая у него была, когда там, если взять его сейчас, там, 15 лет спустя, там, 20 лет спустя, совершенно другой человек. Как он реагирует, как он мыслит. И система, особенно корпорация, не оставляет человека в покое. Когда, особенно если там очень серьезная, хорошая зарплата, то за эту зарплату ты отдаешь все. Там, где вот я сейчас в Москву, когда приезжаю, останавливаюсь, там недалеко Газпромнефть. Вот, такой серьезный офис. И вот ходят эти мужики из Газпромнефти. И вот я вот просто, я в шоке. Вот, ну видно, как их, вот они. Вот, вот ты. Шаг вправо, шаг влево, это расстрел. Но зато у тебя в 28 лет будет Infinity, там, это 35-й, да, то есть новый. Все будет очень хорошо. Сколько из них реально хочет быть свободным, хочет, так сказать, выйти из этого всего? Зачем тебе это? Тебя купили, и купили за очень даже нормальную сумму. Поймите правильно, я сейчас не обвиняю, это не хорошо, не плохо. Это есть так, как оно есть. Просто нужно в какой-то момент отдавать себе отчет. И пойду я на это, да, если я на это пойду, то меня система засосет и перемолит. Нет войны полов, хотя и женщинам, и мужчинам это постоянно внушается. Мужчины там, да, с Марса, женщины с Венерой и прочее, прочее, прочее. Полнейший бред. Полный бред. Опять же, есть прямые каналы давления, есть скрытые каналы давления. Есть родители, которые, начиная там с двухдневного возраста, постоянно качают мозг какую-то информацию. Ведь мозг ребенка, это как вот свежезалитый цемент жидкий, да, вот что в него упало, то в нем и останется. И ребенок способен впитывать информацию, еще даже не осознавая, что именно ему говорят, она уже впиталась. Все, вот упал, чтобы туда бросили, да, какой-то там кусок мусора. Он впитался в этот цемент, и уже потом понимание, оно его обволакивает и берет в себя. Происходит на самом деле следующее. Если остановить на улице там 9-летнюю, 8-летнюю там девочку и спросить ее, опиши мне, опиши мне, пожалуйста, что такое шалава. Она в очень ясных и четких терминах опишет вам. Не хуже, чем ее мама. И вы спросите секунду-секунду, а тебе что, мама объясняла, что там шалава это женщина, которая низких моральных устоев, которая делает это со многими дяденьками за просто так? А она скажет, нет, мама со мной никогда об этом не говорила. Откуда же ты знаешь? Ну, я знаю. Где у каждого есть очень узкая отведенная ему роль. Чем хороша Россия, да, тем, что здесь можно подойти, грубо говоря, там, если где-то вам что-то нужно узнать, там, от аэропорта до магазина, неважно где. И ваш вопрос не совсем входит в сферу компетенции этого сотрудника. Вы можете подойти, и тем не менее здесь в России, потому что общее развитие, да, вот этот general development, оно присутствует. И вам дадут ответ. Если же вы подойдете на западе к человеку, в обязанности которого не входит вот именно вот то, о чем вы спросили, это может быть на, там, я не знаю, на один шаг вправо, на один шаг влево. Этот человек посмотрит на вас и скажет, я не знаю, это не ко мне, это не моя зона ответственности, я не могу вам ответить на этот вопрос. Скажете, ну ты подумай. Он даже думать не будет. У него на автопилоте встроена защита от всего, что выходит каким-либо образом за рамки его компетенции. Все. Очень редко, не никогда, очень редко обвинит в чем-то общество. Когда в Голландии ввели евро в 2001 году, у меня нет экономического образования. Но было ясно ежику, что если 2,20 гульдена, были гульдины, стало 1 евро. Ясно, что валюта укрупняется. Ежику понятно, что цены пойдут вверх. Везде по телевизору шли рекламы. Знаете, как вот смотришь в стиле Америка, там в 40-х, в 50-х, вот такие тупые рекламы. Или там какая-то, я не знаю, показывают, когда там 40-е, 50-е годы в Советском Союзе. Вот такого плана. Мама там стирает белье, вывешивает его. И такая, значит, идиотская надпись. Евро для всех, для нас. Вот такая вот тема. Причем массировано, туда вкачаны были безумные деньги. Они же голосовали, это же было поставлено на голосование. И когда они проголосовали против в первый раз, сказали, что да без проблем. Будем голосовать до тех пор, пока не согласитесь. И в конце концов евро ввели. После того, как ввели евро, чашка кофе, чашка кофе стоила как раз те самые 2,20 везде. Гульдина, гульдина. Чашка кофе стала стоить 1 евро. Но она не стоила 1 евро. По-моему, максимум неделю это продлилось. Потом они просто взяли старые ценники и поставили на них евро. И чашка кофе стала стоить 2,20 по всей стране. Разом. А, ну, как бы, индикатор, да, так сказать, цен, это что? Это пакет молока, там, да, там килограмм сыра и чашка кофе. По сути, чтобы узнать, насколько страна дорогая. Вот. И везде просто позачеркивали значок Гульдина и поставили значок евро. И все. И люди, с которыми я общался, а ведь, представляете, там есть эти программы, где ты каждый месяц откладываешь там свои тяжело заработанные там гульдины или евро, неважно что, ты их куда-то откладываешь, и тебе на них капает какой-то процент. Или там пенсионные фонды. В Голландии налоги до 55%. Из того, что ты зарабатываешь, государство забирает себе больше половины гульдинов. Скопленных им там за 30 лет работы. 100 тысяч гульдинов. 100 тысяч гульдинов внезапно в один день превратились, правильно ведь? Во что? Ну, по покупательной способности по своей, да? Они внезапно превратились, да, там, официально в 40 тысяч евро, а на самом-то деле на 40 тысяч евро стало возможно купить ровно столько, сколько можно было купить на 40 тысяч гульдинов, да? Следуйте, да, за моей логикой? Только что у него забрали 60 тысяч. У него отобрали 60% его сбережений, накопленных реально непосильным трудом. То есть он там по 12, по 14 часов там перерабатывал, старался скопить эти деньги. Что, к чему я все это говорю? Что интересно, когда я приходил к нему и говорил об этом, я чувствовал, что у него включается автопилотная защита. Он говорил, что да, да, ага, ага, но они все правильно делают, так надо. Без комментариев. Без комментариев. Вот что удается, к чему я говорю, вот что удается системе. Каждый хочет то, вот это вот самое страшное, каждый хочет то, что нужно системе. Новостной блок, отсюда до Токио, всегда одинаково. Пять сюжетов, из которых три крайне негативных. Это либо какое-то предвещение, или уже случилась катастрофа, либо она вот-вот произойдет. Один, четвертый сюжет, это какой-то странный сюжет, там, да, родился двуголовый ребенок, там, да, или, например, там, нашли где-нибудь там в Иране следы какой-то затерянной цивилизации. Ну, такая, понимаете, как кунсткамера, да? И пятая новость, это спорт. Все. Пять сюжетов. И эта массированная бомбардировка идет постоянно. Я был очень несчастлив. Но если на меня посмотреть было, так сказать, выйти и посмотреть на меня извне, я был полным символом успеха. Вот так. Значит, нужно понять одну важную вещь. Системе не нужны здоровые элементы. Все начинается с этого. Системе не нужны здоровые элементы. Системе вы не нужны, как человек, у которого переизбыток энергии. Человек, у которого слишком много свободной энергии, начинает слишком много думать о том, что же на самом деле интересно ему, и что же на самом деле в этой жизни хочет он. Поэтому переизбыток информации, переизбыток вот этих вот компьютерных каких-то игр, переизбыток мобильных телефонов. Ведь, интересный момент, люди едут в метро. Час на работу человек едет, час с работы. Если поговорить с ним, он скажет, что времени у него ни на что нет. У него ребенок, у него ни на что нет времени. Что он делает, войдя в метро? Это два часа чистого времени. Он играет в футбол на PlayStation, на новом, да, вот на этом каком-то, да. Либо он слушает музыку, либо он отдыхает. Он занимается ненавистной работой, чтобы принести денежку домой. Нет, у меня нет времени. Да ты что, какой там, семеро по лавкам. У тебя в день два часа чистого времени, когда ты сидишь в метро. Два часа чистого времени в день, это 10 часов в неделю. Посмотрите на этих вот, вот, знаете, как эти членовозы, да, вот стоят BMW там семерки, и вот эти шофера вот с таким пузом. У него достаточно времени, потому что он привез хозяина, и все, и вот он его сидит и ждет 10 часов. Что он делает в этой машине вот с таким пузом? Он читает газету или спит. За это время можно Оксфорд закончить. Я их не обвиняю. Системе не нужны здоровые элементы. Он должен быть, знаете как, его держат достаточно несчастным для того, чтобы он тратил деньги, но не выводит его на ту грань, чтобы он вышел на улицу и стал бросаться камнями, строить брикады и свергать правительство. Период в жизни, что мне не хочется ни с кем отношений. И тут же, а я чувствую на автопилоте, надо с кем-то быть. Вы задавались, кто не задавался таким вопросом вообще? Зачем мне отношения? Чисто для себя, для вас самих, задумайтесь об этом на секунду. Зачем вам нужны отношения? Чего вы от них хотите получить? Что-то новое. А? Какого-то развития. Что-то новое. Согласен. Это для каждого свое. Для каждого это его собственное. Кто-то хочет развития. Кто-то хочет мать своих детей и женщина, которая будет ему ноги мыть и воду пить. Кто-то хочет повторить модель родителей. Потому что для всех, для нас, то, что мы видели в детстве, на чем мы вырастаем, это очень серьезная, вот этот вот цемент, который жидкий у нас в голове, вот он застыл, в него впиталась некая модель отношений, и мы бессознательно пытаемся ее повторить. На самом деле, как я смотрю на вопрос отношений, это должно быть топливо для всех остальных областей вашей жизни. Отношения, опять с моей точки зрения, они не должны тянуть меня вниз. Целостность личности, у него не хватает чего-то, и у нее не хватает чего-то. И вот они сошлись. Я не считаю это отношениями, которые куда-то ведут. Но у него даже не 100% есть, а у него есть 120. И у нее есть не 100, а 150. И вот эти, когда люди сходятся, вот это круто. Можешь рассчитывать на понимание. И не только на понимание, но и на поддержку, и вдобавок еще к этому на то, что вы вместе растете, вы вместе куда-то идете, вы вместе куда-то развиваетесь. Это не значит, что вы останетесь вместе навсегда. Особенно в нашем мире, где меняется все настолько динамически, где все что угодно может произойти. Но то время, когда вы вместе, вы будете друг другу помогать, вы будете расти от вас, женщина. Прежде всего, если вы выйдете из матрицы, да, и воспримите те вещи, о которых я говорю серьезно, то вам будет очень много что женщине рассказать. И не только женщине, но там, да, и друзьям вашим, кто готов услышать, кто опять же созрел для этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!